11.05. Точное столичное. Сегодня утро среды. Как обычно, мы проводим его в спортивном режиме и говорим обо всем, что нас волнует, так или иначе, связанное со спортом или физкультурой. Ну, собственно, наверное, когда мы говорим детско-юношеский спорт, то сразу возникает, к сожалению, ассоциация, что это проблемы, это какие-то сложности, трудности. Это и вопросы, как привлечь детей к занятиям спорта, и как найти нужных квалифицированных тренеров, откуда взять деньги для того, чтобы им платить достойную зарплату, чтобы они действительно приходили в спортивные залы, где взять достаточное количество тех самых залов. И вопросов, наверное, можно задать таких не один, и не два, и не три десятка. Понятно, что тема острая, требующая пристального внимания государства. Ну, многое, конечно, в последние годы делается. Наверное, самое яркое — это введение третьего урока физкультуры. Но многое, к сожалению, осталось и на бумаге. Есть, правда, позитивные примеры. Движение «Дрост. Дети России образованные и здоровые» — это движение, которое было создано, наверное, около десяти лет назад и является сегодня одним из крупнейших молодежных спортивных в стране. Так вот, как там помогают подросткам приобщаться к здоровому образу жизни? Какие шаги на этом, увы, нелегком пути будут сделаны? Говорим сегодня с одним из основателей, прародителем, если можно так сказать, этого движения. Ринат Лайшев у нас сегодня в гостях. Ринат Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Я вам хочу сказать, что, конечно, наша встреча сегодня так или иначе будет связана с самбо. Вы у нас уже были в гостях именно по этой теме. Теперь вот поговорим о том, что делается не только в конкретном виде спорта, не только в конкретной школе «Самбо-70», но и о том таком общем движении и направлении, которое вы тоже развиваете. Я думаю, что это достаточная часть вашей жизни уходит как раз на не только самбо, а на здоровый образ жизни всех подростков, поколений, я не знаю, юношей, детей. Это точно. Но история начиналась давно, как мы понимаем, в 1970 году, когда мы начинали с маленького клуба, потом это переродилось в центр образования, потом на сегодняшний день это объединение, объединение, которое нам доверило правительство Москвы, которое включает в себя уже 22 вида спорта и 16 тысяч детей. Это если так коротко прыгать через 43 года, вот что произошло за это время. И, наверное, успех сегодня школы «Самбо-70» и движение «Дроз» в том, что мы бережно сохраняем традиции, которые были еще с 70-го года, и не сломались вот этот период перестройки, когда все менялось и рушилось, сумели взять все лучшее, перенести в новую историю, в новую российскую историю. И самое главное, чтобы не пострадали от этого дети наши российские, не пострадали от этого родители. И, в общем-то, потом эту модель стали переносить и предлагать многим регионам России, которые с удовольствием брали и до сих пор берут нашу систему. И, так сказать, она успешно сегодня работает в стране. Не хочу сказать, что нам легко, нам, конечно, сложно и трудно, но безумно интересно. Интересно, потому что мы нашли вот тот симбиоз родителей, детей, выпускников, педагогического состава, тренерского состава. И самое главное, то, чем мы дорожим, это доверие, которое среди всех есть. Оно по-настоящему, искреннее доверие. И сейчас, когда к нам пришли новые виды спорта, у нас было семь, и непростые виды спорта, такое, скажем, как фигурное катание, на нас смотрят немножко, знаете, так сбоку, что как-то борцы будут руководить фигурным катанием, идет полемика, идут вопросы. Но я хочу сказать, что вот если мы сберегли самое главное из советского периода, перенесли на российский, если мы имеем две общеобразовательные школы, это образовательный процесс, и с таким опытом, как у нас есть, я думаю, родители могут быть спокойны, и мы все в ближайшее время будем делать ради вот этих детей, ради этого опыта большого. Ренат Алексеевич, смотрите, то есть, насколько я понимаю, была идея создания школы «Самбо-70», которая потом постепенно разрасталась до вот этого движения «Дрозд». То есть, вот тот опыт, который вы собственными ошибками и синяками, и ссадинами на своих там лбах наставили, вы потом постепенно этот опыт расширяли, привносили не только на московскую землю, но и на региональную, и в итоге от тех, там, может быть, двух-трех десятков детей, которые изначально пришли в школу, сейчас это движение «Дрозд» разрослось до 40 регионов, и до 50 тысяч в нем участвующих. Ну, знаете, мы увидели, что в этом есть преимущество, да, что наши выпускники приводят нам наших детей же, своих же детей, и вот я уже сказал об этом доверии, которое сложилось, ну и плюс колоссальная ответственность за детей, это непростые слова, это так и есть. Но почему я никого не обманываю, потому что я сам выпускник этой школы, да, для меня эти ребята, которые сейчас учатся, они младшие товарищи, а не я их, как бы, педагог, это все заряжено определенным опытом многолетним. То есть они могут в любой момент постучаться в дверь и сказать, Ренальд Алексеевич, у меня проблема, помогите мне, и вы с удовольствием ее решаете. Или у вас все равно отношения, когда я начальник, и есть пусть и родные, и любимые, но все-таки детки? Нет, так оно и происходит. Безусловно, я и начальник, они и родные, и любимые. Для этого есть летняя оздоровительная компания, которая великолепно в Москве организуется. А для этого есть, что я хотел сказать, продолжение ответственности не только за свою школу, не только за московских детей, а уже потом мы начали понимать, что преимущество то, которое есть в Москве, конечно, должно распространяться на регионы. И мы это понимаем, что у нас от информационного поля до возможностей здесь гораздо больше. И нет никаких чудес, есть только труд колоссальный, честный, добросовестный. И есть отношения выпускников, которые, ну, как скажем, в итоге многие становятся спонсорами. Спонсорами даже это, как широко там сказано, они сами хотят помогать и участвовать во всех делах школы, которые есть. И, соответственно, от этого отношение государства к школе, как и московского правительства, так и, я горжусь тем, что три раза в школе был Владимир Владимирович Путин. Это великая честь, это огромное счастье, наверное, для любой бы организации, когда первое лицо государства, значит, уделяет внимание, посещает нас. И опять, это не чудо, это, наверное, тот каждодневный, кропотливый труд, который, на самом деле, так и есть заметили. И от этого наша ответственность растет еще больше. Мы еще больше хотим помогать, и сегодня, на самом деле, мы востребованы. А «Дрост» название появилось благодаря тому, чтобы не пугать названием «Самбо-70», вот «Дети России образованы и здоровы» — это уже и единый фестиваль, и конференции, которые мы проводим, и форумы каждый год. И в них принимают участие педагоги, тренеры, учителя. И в этой программе так или иначе хотят участвовать. Мне очень интересен механизм. Вот я, например, живу где-нибудь в Магаданской области, я работаю тренером в спортивной школе или возглавляю какое-то дошкольное учреждение, и мне приходит идея включиться в это движение. Что я для этого должна делать, чем вы помогаете, какая у меня должна быть база, то есть вот этот вот механизм. Ну, опять же таки, это обмен опытом педагогическим, который есть у нас. Не на всех она может распространяться, но человек может изучить наш опыт и быть от этого еще умнее, сильнее и богаче. Или он может включиться в эту программу. Это фестиваль, который мы проводим каждый год в лагере, в Анапе, в смене. Это несколько видов спорта и русский язык, который включается сюда. То, о чем вот недавно на встрече с писателями говорил Владимир Владимирович, мы опередили эту ситуацию порядка лет на 7-8, наверное. У нас русский язык, потому что мы сами немножко паниковали, потому что мы видели, что разговорная даже речь теряется в современной России, так скажем. Я не буду... То есть у вас официальный язык общения это только русский, вне зависимости от регионов, от стран, которые к вам приезжают в лагерь? Да, конечно. И это обязательные условия? Ну, это нет, это не обязательные условия, это как бы часть наших традиций, культуры нашей внутренней, нашей страны. И мы даже по-другому себе как-то не представляли ничего. А иностранные делегации приезжают в эти оздоровительные смены к вам? Приезжают. И вы с ними вот тоже смело делитесь тем наработанным опытом, который у вас есть? То есть ничего там в карманы не прячете по-тихому? Ну, и без лишней скромности скажу, что нас сегодня знает весь мир. Вот что касается, ну, скажем, спортивной составляющей и нашей системы, люди передовые в педагогике, в спорте, они очень заинтересованы. Давайте об этом поговорим буквально через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ренат Алексеевич, мы с вами заговорили про те детские оздоровительные лагеря и смены, которые вы организовываете. Я так понимаю, не только для спортсменов московских, не только для спортсменов из регионов, но и приглашаете иностранных специалистов, иностранных спортсменов. Вот это и есть тот шаг объединяющий и тот шаг, который позволяет движению развиваться и завоевывать все больше географического пространства? Ну, нам завоевывать не надо. Главное, чтобы у нас больше было единомышленников и друзей. Мы предложаем и специалистов, и педагогов, и ученых. И это, кстати, давно забытые встречи с интересными людьми. Это и писатели, космонавты, великие спортсмены, наши люди передовые. И вот этот обмен опытом всем нам позволяет обогащаться, идти дальше, вперед, потому что мы тоже учимся на протяжении всего этого времени, учимся у людей. И много таких изюминок по стране, неожиданных, когда раскрываются люди и говорят о себе, о своем опыте. Это и есть составляющая обогащения нашего всего, я бы сказал, такого педагогического пространства в области образования, в области и спорта, и психологии, и других, например, идеологии, патриотизм, что очень важно. Отношение государства, отношение к родине, к стране. Ренат Алексеевич, ну согласитесь, есть самая главная проблема для детского и юношеского спорта. Наверное, если на спорт высших достижений подготовку национального резерва для сборных это одна статья расходов, то детско-юношеский спорт это то, что называется, что урвали у региональных бюджетов. Если есть какая-то сумма там у федеральных бюджетов, непонятно, кому эти детско-юношеские спортивные школы относятся. То ли они к дошкольным учреждениям, то ли это все-таки к Министерствам управления по физкультуре и спорта. Вот где вы черпаете средства для того, чтобы проводить мероприятия, фестивали? Как у вас происходит вот этот самый, наверное, острый процесс финансирования? Ну как бы сейчас все выстроилось, есть постановление Министерства спорта нашей страны, есть постановление правительства Москвы, идет разделение, где будет находиться детско-юношеский спорт, где будет находиться дошкольное образование, где будет находиться дополнительное образование. И все как бы встает на круги своя. А что касается фестивалей, праздников, дополнительных, которые мы проводим, они частью закладываются и в бюджет, о котором мы говорим, о котором мы доказываем самому руководству, что это необходимо. А часть это вот те выпускники, те фонды, те организации, которые делают дополнительные, так сказать, украшения праздника детского жизни, чтобы он проходил полноценно. А преемственность, о которой вы говорили, и доверие, это как раз в этом и проявляется. А в этом и есть самый главный секрет. Если его так рассматривать, значит, как секрет в семье, когда родители воспитывают детей, и чтобы они не вырастали паразитами, их надо как бы по-хорошему упрекать кусочком того труда, который не просто дается родителям. И он вырастает с чувством благодарности к своим родителям, и не в 50 лет понимая, ах, как я вот люблю своих родителей, а уже, ну вот, я не знаю, у нас много примеров, когда мы работали там в стройотрядах раньше, да, и хотели, чтобы купить маме, папе там, уже не дожидаясь, когда там вот вырос, то начал зарабатывать. Зарабатывать деньги, ну да. Да, это уже было такое доброе отношение, благодарность. То же самое мы эту модель перенесли на школу, тем более я вот говорил, я же выпускник этой школы, и сегодня те ребята, которые оканчивают школу, в армии служат, значит, в институтах, они волонтерами возвращают. Сейчас модное слово волонтеры, а у нас и раньше были добровольцы такие. Ну, добровольцы, да, это более русское. Которые с удовольствием приходят, помогают делать соревнования, ездят с ребятами в лагеря, и, ну, как бы, вот эта тема у нас всегда была актуальна, и она работает в действии. И, конечно, она не бывает включением кнопки, это огромный титанический процесс, я бы сказал, это верность своему делу, который ты должен сохранять, и плюс это выливается все вот в новые, в новые, знаете, открытия мы делаем. Вот работая дальше, как я иногда говорю честно, хорошим людям должно вести, вот, если все закономерно и было правильно раньше, то, значит, есть добрые, хорошие преимущества, те, которые даже мы и не ожидали. Ну, например? Ну, я не знаю, ну, например, прошедший чемпионат мира, никогда не было такого результата в Москве, 4 чемпиона, серебряный призер и бронзовый. Ну, можно отнести, ну, вот, москвичи у них такая база, у них им там везет, они могут так что-то стоповать. Ну, в общем, они собирают сливки, да, со всех регионов, да. А у нас, допустим, это Михайлин, Саша, многократный чемпион мира по дзюдо все его знают, и вдруг его брат Вячеслав Михайлин становится сейчас чемпионом мира в весовой категории 100 килограмм, очень престижная категория у нас весовая. Ну, супертяжи и тяжи, это всегда отдельно, мне кажется, песни на любом соревновании. С одной стороны, это счастье, да, а с другой стороны, это закономерность вот того огромного труда тренерского коллектива, учительского коллектива. Они закончили вообще образовательную школу нашу, заканчивали. И Саша смотрел с трибуны на своего брата в Санкт-Петербурге, великолепно организован турнир. Кстати, на открытие приходил Владимир Владимирович Путин, это тоже очень важно для всех для нас. И теперь, когда Слава закончит свое выступление, он тоже по вашей идее должен будет вернуться в школу и в качестве, может быть, тренера, может быть, наставника. Они никуда и не уходят. Я считаю, что вот, знаете, очень много в госслужбе находятся ребят, очень много, ну, не знаю, в любой области деятельности. Будь то медик, доктор наук, да, он приходит и помогает школе. Чем может. Чем может. Помогает ребятам залечивать травмы, какие-то инновационные технологии предлагает, которые есть в мире, ну, и так далее. Ренат Алексеевич, давайте вернемся все-таки к Дрозду, потому что это отдельная тема, большая, она распространяется не только на московские регионы, не только на конкретную школу. Вот каким образом я пытаюсь у вас понять механизм включения региональных организаций в эту систему? Если те же регионы могут пожаловаться, в Москве есть одни деньги, в регионах их нет практически. Каких средств я должна найти и у кого для того, чтобы на этот фестиваль отправить, для того, чтобы в этот рост войти? Чем вы еще помимо методической помощи можете помочь? Ну, помимо тех бюджетов, которые есть в регионах, мы можем просить, оказать и уделить внимание вот тем нашим подразделениям, которые взяли за основу эту систему. Плюс есть социально ответственный бизнес, и такие люди есть, и их все больше и больше. То есть вы предполагаете, что этот педагог, новатор и человек, который хочет этим заниматься, должен пойти сам и лично поискать спонсоров, которые готовы в этом участвовать? И это тоже обязательно, и в то же время мы можем порекомендовать для того, ну, поймите, вот огромное количество людей проходит, один просто приходит и говорит, дайте 200 долларов, я хочу там развивать. Вот мы должны изучить его опыт, понять, что он за человек, и, значит, видеть, какое отношение уже есть учеников, родителей, администрация региона, в котором находится. И эти процессы начинаются постепенно, и потом мы, значит, объединяем свои усилия, они могут быть во всех отношениях. Вы присылаете, например, своих педагогов? Да, можем прислать педагогов, можем прислать по обмену опытом на мастер-класс ребят своих, да. Можете доктор наук, который залечивает травмы, это слать, например. Можем приглашать к нам, можем попросить каких-то своих друзей из бизнеса, помогите, пожалуйста, секции, им нужно просто там два ковра или инвентарь оборудования, что-то такое помощь. Но люди легко соглашаются на такие уступки? Это их финансы, они их сами заработали. Как они легко расстаются? У нас есть авторитет, который мы заработали, есть доверие, вот то, о чем я говорю. Все понимают, что финансы уходят туда, куда надо, тем более, если брать, допустим, Хабаровск. Не хочу сказать, для меня приятная неожиданность была, что 90 тысяч вчера ребята перечислили сами на Хабаровск, а я даже забыл уже про эту историю. О хорошем в спорте поговорим через пару минут. Мы работаем в прямом эфире. Доброе утро тем, кто проводит утро среды в спортивном режиме. Сегодня говорим о движении, которое все более и более распространяется по территории не только России, но и, надеюсь, что уже выходит за пределы нашей страны. Правда, название у него такое националистическое, национальное. Дети России образованы и здоровы. Ренат Лайшев у нас сегодня в гостях. Ренат Алексеевич, мы с вами заговорили буквально пару минут назад о том, что делается вашей школой и школой Самбо-70 как основателя этого движения ДРОСТ. И вы, в общем, вполне дали себе понять, что таких региональных центров очень много. Вот сколько их сейчас у вас насчитывается? Где основные точки у нас развития такие? Ну, порядка 72. То есть практически в каждом городе есть такое? Да, но они, знаете как, есть постоянные действующие. Есть те, кто укрепились, кто действует сам. Время от времени обращается к нам, время от времени мы общаемся. Есть кто-то самодостаточный. Есть такие, которые закрылись. К сожалению, да, есть такие? Ну, потому что, вы знаете, у нас в стране очень много на энтузиазме вот отдельно взятого человека, преданного детям, преданного педагогике человека. И это тоже, ну, это, наверное, не только у нас, это везде. И такие личности имеют место быть, и жалко, но там возрождается что-то другое. А где-то, наоборот, единомышленников группа целая, там, человек 10-15, они там с удовольствием растут. Вот это, конечно, и... А когда вот это разрушается, школа, вот эта система в каком-то регионе, как вы пытаетесь с этой проблемой справиться? Или вы, к сожалению, бессильны, и, собственно, ну, развалилась, к сожалению, так и есть? Ну, честно скажу, иногда и руки не доходят, потому что это все же постепенно происходит. Ну, человек ушел, допустим, из жизни, да, и есть его ученики, но этот ученик работает теперь в администрации, тот работает там, и, как бы, ситуация там нивелируется. Но мы верим, что вот в других местах порядка, там, 5-6 вспыхнули новые точки, новые там моменты соприкосновения. Плюс сейчас вот система государственная, она идет к тому, что четко распределяется обязанности в области спорта, образования, и, в общем-то, это, наверное, правильно, и поддержка должна быть бюджетная. А какая самая главная проблема? Это нехватка людей, потому что мы неоднократно об этом говорим, что тренер, получающий 5 тысяч рублей, он, в принципе, иногда физически просто не может до места тренировки добраться или детей куда-то там на юг вывезти на сборы. Это нехватка залов, потому что в школу пускают с большим трудом, потому что хороших спорткомплексов тоже в любом городе мало, торговых центров, о, аптек, о, банков столько же выше головы. Или это все-таки отсутствие финансирования? Что для вас самое болезненное? Ну, я думаю, что не так все плохо, все строится, главное это хотеть, да, и главное стремиться к этому. Это должно быть честное отношение к своей работе. Опять повторюсь, ничего не бывает включением, значит, кнопки какой-то. Если человек знает в городе, если в него верит, если он честен к своему делу и работе, все начинают ему со всех сторон помогать. Вот это нытье наше общее, да, это можно бесконечно ныть. И многие, которые к нам обращаются, многие хотят, сегодня и сейчас старик, дай вот нам переведи, я сейчас построю такой комплекс, это моя мечта всей жизни. А до этого он трудился на рынке там где-то там, просто ему надоело там работать, но ты... Решил приложить свои силы в новую отрасль. Ну, жизнь такая, мы все знаем про это, и так она и происходит, и, в общем-то, надо помогать, кто стремится, кто хочет, и у кого уже что-то получается с нуля ничего не бывает, и поэтому... Часто приходят к вам за помощью? Часто. Часто? Часто, да. Что просят в основном? Денег. Денег просят? Ну, да. Ну, у вас есть какая-то такая вот копилочка, казнак, куда вы можете совершенно спокойно залезть и выделить там требуемые, например, 100 тысяч, или это то же самое, у вас есть какие-то бизнесмены, которые готовы в этом участвовать, у вас есть какие-то точки нажима, где вы можете там попросить, как это происходит? Есть очень мои замечательные друзья-товарищи, которые являются крупными бизнесменами, и это не с сегодняшнего дня, а я их знаю с 15 лет, например. Они тоже выпускники Самбо-70? Есть и выпускники Самбо-70. Ну, это такая вот, то, о чем мы говорили, не случайность, а это естественная ситуация, к которой я привык. Я могу их убедить, что тому или иному человеку, организации в том или ином виде очень надо помощи. Но вы должны сами в этом быть уверены, вы должны знать, какая там ситуация, что это за человек. Абсолютно. Я, кстати, имею достаточно опыт общения с людьми, и, значит, я говорю, и мне люди верят, и я стараюсь вот помогать тем, в кого я верю. Я вижу, что он тот человек, который, заручаясь поддержкой какой-то группы ученых, допустим, которые, да, знают, а так и бывает, знаете, параллельно знают его в нескольких областях деятельности, и почему не помочь в хорошем, добром деле, которому мы потом впоследствии все радуемся, что оно случилось, что оно работает, что оно движется. И вот на этих конференциях мы встречаемся, обмениваемся различными, ну, различным опытом, различными делами, и поэтому, так вот, нам нравится так жить, нам интересно так жить. Трудно не просто, но самое главное, что получается. Ну, Ренат Алексеевич, согласитесь, что когда мы говорим детско-юношеский спорт, то я уже об этом в самом начале говорила, что это бесконечные проблемы. Это нехватка всего. Можно перечислять по пунктам, будет достаточно солидный список. Но, с другой стороны, наше государство все время ратует за здоровый образ жизни, за здоровое поколение, при этом делается не очень много. И вот в этой ситуации, когда на словах многое хочется, а на делах приходится пробивать в любом стены и просить у своих же бизнесменов какой-то помощи, мне кажется, то, во что вы ввязались, вот это ваше дело, ваше направление, это трудоемко, это очень психологически тяжело. И это требует просто бесконечных моральных и нравственных, я не знаю, усилий, потому что просить деньги всегда сложно, даже если это благое дело. Ну, результат стоит того, знаете, мне нравится вот каждый год видеть результаты спортивных успехов, и не только в школе, регионах всех, которые добиваются. Мне радостно видеть результаты образовательной деятельности, что они становятся умнее, грамотнее, интереснее, получают золотые медали в образовании. И также и в спорте, и это не может надоедать, это, я не знаю, общие тенденции страны, когда поднимается еще, можно сказать, с советского периода, вот этот уровень, к которому мы хотим прийти и потом идти дальше. И это, ну, как бы, задача, общая задача государства и отдельно каждого личного, кто выбрал ту или иную работу. Не знаю, мне кажется, одна из самых благороднейших профессий, это работа педагога. Одна из самых энергоемких, энергозатратных и самых сложных, на мой взгляд. Ну, да, ну, и в то же время, понимаете, вот я бы сказал, ситуация с детским и южским спортом в Москве очень стабильная, благодаря умному руководству и департамента спорта, и правительства Москвы. Сколько таких регионов, помимо Москвы, можно насчитать? Да, можно считать везде и найти единомышленников, которые хотят развивать детский и южский спорт. Я говорю, очень важно, ну, не переходить в постоянное нытье, а, значит, заниматься тем делом, которое ты любишь и уважаешь. Но вам не самому не горько осознавать. Вы приезжаете, например, в Преусловутую Америку и видите, какая там база создана, на школьном там каком-нибудь поле, в колледже, в университете. Там бесконечное количество залов, там оборудование, там тренеры, которые получают достойную зарплату. И вы приезжаете в Россию и видите, что там раздолбанный зал спортивный в школе, который хотелось бы уже побелить. Там сдутые мячи, там старые непластиковые какие-нибудь лыжи, какие-нибудь поломанные палки. Нет, правда, да, мы все равно где-то там побеждаем. Какие-то у нас награды высокого достоинства есть и уровни. Но это же грустно. Мы вопреки побеждаем. Наташа, рассказываю. Я в прошлом году буквально по заданию Шостакова Василия Борисовича проводил, не просто позапрошлым, совещание на Манхэттене, значит, среди клубов по самбо Америки. Америка, так. Да, многие, естественно, наш народ, бывшие там ребята, вот, и вспоминал себя в 70-е годы и осознавал, где я нахожусь, что я провожу совещание в Нью-Йорке с американскими клубами, с представителями. Разборки те же самые, не хватает ковров, борцовок, курток там и шапочек. Мне было скучно, я хотел быстрее уехать в Москву, потому что мне казалось, что столица мира как раз Москва сейчас. И интерес, который есть, и развивается динамичней, и живем мы как-то, ну, поэнергичней. И, несмотря на Нью-Йорк, на небоскреб, я сидел и скучал, честное слово. Мне было, ну, не то, что такие же разборки, как были у нас когда-то, в начале 90-х, а даже еще грустнее, я бы сказал. И никакой ностальгии особой о том, чтобы там оставаться, а смотрел через призму, я говорю, в 70-х, в 80-х, когда мы завидовали, вот там-то, наверное, уж у них там все в порядке. Давайте позавидуем себе 30 лет назад, когда у нас были хорошие залы, когда у нас на каждый урок физкультуры были у каждого ученика свои лыжи, когда мы смело записывались в любую секцию, и все залы были в нашем распоряжении. Сейчас это все есть в, мне кажется, гораздо более усеченном варианте, либо за денежку. Ну, не знаю, но очереди колбаса, там, джинсы, там, давились, душились, за ними нельзя было... Нет-нет, мы это не берем, мы берем, там, нормы ГТО, спортсмены... Это неотъемлемая часть, а я вам скажу, что мало было предложений, карьера была молодежи сделать только через комсомол и через спорт. Вот два варианта, где можно было себя проявить. Сегодня нет такого достаточного количества детей, которые бы стремились к медалям. Почему? Потому что раньше это была квартира, машина, мы это все знали, понимали. ЦСКА, Динамо, там, профсоюзы. И здорово, что сегодня у молодежи есть предложение сделать свое благополучие через бизнес, через, там, учебу такую, кратчайшую, да, там. И не все понимают, что это тяжелейший адский труд. Мы уже столкнулись, мы знаем, что такое большой теннис, там, это единицы, там, хоккей, единицы. А сколько травм, сколько паломных судеб. Да, безусловно. Но давайте не путать спорт высших достижений с физкультурой. Да, хорошо. Вы как раз занимаетесь именно физкультурой, в хорошем плане. Но посыл в советское время именно был такой. Тоже родители мечтали, стояли же, жгли костры там, как записаться в ЦСКА, в футбол, в хоккей, там, мечтали, что каждый будет Харламовым и так далее. Это тоже вариант карьеры такой, который был тогда, потому что не было больше вариантов, значит, никаких. Сегодня организация здорового образа жизни для ребенка, вовлечения его в занятия, вот это важный такой момент, аспект. И сейчас, по-моему, у них технических возможностей гораздо больше. Конечно, сел за компьютер, научился гонять в Формулу-1 на симуляторе, и уже, собственно, никуда не хочется пойти, поучиться в реальности управлять автомобилем. Ну, не знаю, если брать Москву, допустим, те секции, вот у нас самбо-70, значит, все знают, что это организация, да, 1200 учатся непосредственно в образовании и в спорте. 220, это многодетных семей. То есть было бы желание, ваш посыл такой, было бы желание и у спортсменов для того, чтобы заниматься у детей, и у тренеров для того, чтобы искать возможности и финансы. Те же парки для людей. Ну, давайте еще к этой теме обязательно вернемся, острая она для меня, сейчас небольшой перерыв. Дети России образованы из здорового движения ДРОСТ, это тема, о которой мы сегодня с вами говорим, и, собственно, пытаемся понять, что же нужно сделать для того, чтобы массовый детский и юношеский спорт был действительно массовым и доступным. Руководитель движения Ренат Лайшев у нас сегодня в гостях. Ренат Алексеевич, вот эти два принципа, про которые мы с вами заговорили, массовость и доступность, это для вас два самых приоритетных таких вот понятия, или есть что-то, что еще стоит в главе угла у вас? Нет, ну, конечно, это самые главные принципы. Мы выросли на том, чтобы могли спокойно прийти в любую секцию и заниматься. И такая же возможность должна быть у этих ребят, тем более, что благополучные семьи, они всегда найдут свою дорожку, свой ручеек. А нужно помочь как раз талантливым ребятам из малоимых семей, то, что мы и делаем. У вас бесплатное занятие? У нас бесплатное занятие, и это позволяет структуру правительства Москвы, департамента спорта, это основная политическая направляющая. И я считаю, что это очень гуманно, очень правильно, очень здорово. И что это не на словах, а на деле происходит, придя в ту же школу самбо-70, можно все это, значит, получить, и мы будем рады занимающимся ребенку. Есть что-то. Ну вот сейчас прерву вас ненадолго. У нас был в гостях Сергей Байдаков в прошлом как раз эфире. Он рассказывал, что шесть первых классов самбо-70 набрали. То есть дети идут и с удовольствием приходят и занимаются. Для вас, я так понимаю, не стоит проблема набрать детей. Для вас проблема стоит, куда бы еще вот тех, кто пришел, в какие классы распределить? Я недавно с Акосовичем разговаривал, с Калиной, которого просил, дайте мне еще школу, и мы наберем 20 первых классов. Ну, я благодарен, конечно, вниманию Владимира Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, которые в этом году открывали школу. Они сделали, ну, скажем так, очень хорошую, добрую рекламу в школе. И к нам летом народ шел и обижались, что мы не можем взять всех, но мы на самом деле... У нас представители А, Б, В, Г, Д, Е. Я сам не учился, до Е не доходил никогда, чтобы одна параллель была и столько классов. И, в общем, это хорошо, что дети идут, это хорошо, что они понимают. Это и комфорт, это и безопасность, которая есть сегодня. Это и детская энергия, которая выливается не на всякую глупость и дурь, а именно в том, чтобы приводить свое тело в порядок, а вместе с телом еще и умом не забывать заниматься. Это самое главное, которое позволяет жить и работать, знаете, когда заходишь в школу, проходишь по коридору. Вот эта энергетика детская, вот эти глаза, которые тебе верят, да? Потому что, ну, что говорить, нас любят, уважают и руководство, и гости. Недавно Крикалев был, Тихонов Александр Иванович, у нас биатлонист знаменитый, космонавт самый великий, который больше всех в мире был в космосе. И, конечно, такие люди, они зарождают доверие, опять же, такие родители и детей к нам, если они приходят и говорят хорошие, добрые слова, турниры, которые посвящены нашим воинам, героям Советского Союза, России. И это все в копилку, в такой составляющей доверительных отношений на протяжении всего этого времени. Отсюда и результаты идут. Гордитесь теми медалями, да? Гордимся, знаете, приятно, здорово, хорошо. И за Лепницкую гордимся, которая гран-при выиграла по фигурному катанию. Да, да, это тоже ваша девочка? Сейчас, да, и это юридически, и сейчас, да, это очень талантливая девочка, об этом говорил Александр Григорьевич. Горшков об этом говорил, и Виталий Леонидович Мотко, чтобы мы вот так очень нежно видимся. Но она малюсенькая, я смотрю ее в кадре, да, искренне расстроилась, когда упала, но она девочка... Но на финальное гран-при поедет. Да, она с характером, и мы верим в нее, верим в Олимпийские игры, которые все будем переживать, болеть вместе. И вот такие направления, которые сегодня в юго-западном округе есть, вот это объединение, конечно, они шаг от шага становятся удобнее для родителей, для детей, которые у нас занимаются. Давайте вернемся к Дрозду и поговорим с вами о том, что еще впереди вас ждет. То есть наверняка есть какие-то задачи, стратегические планы, я не знаю, там охватить всю Россию, выйти на мировой европейский уровень. Что у вас впереди? Главная ваша конечная цель ваших стараний и усилий? Ну, конечная цель, быть не может, в совершенствовании нет предела. А то, что и на Украине, и в Белоруссии, и в Грузии, и в Казахстане, значит, есть такие же направления. Они не в прямой, они не юридические организации, наши филиалы, а по образу и подобию. Я даже иногда прошу называть как угодно, как хотите, и берите вот, ради бога, мы с удовольствием будем делиться и делимся. Методологическую базу, тренерские, да, какие-то наработки, это все распоряжение. Да, да, и уже давно не главное то, что вот назови сам Б-70, чтобы у тебя было, и обязательно не в этом дело, а дело уже давно шире, невозможно охватить там необъятно, и в ближайшее время, вот, я хочу сказать, 19 декабря в МГУ пройдет конференция Дрозда, в том году была в Совете Федерации, и приятно было, когда был и Ливанов, и Мутко, и Владимир Владимирович, они говорили, что таких организаций, как сам Б-70, должно быть больше, и вот мы недавно с Ириной Александровой Виннером в Новогорске, и вместе с Берематой. Она же тоже один из учредителей этого движения, да, я так понимаю. Да, и мы открывали Новогорске вместе с Сашей, с Лебезяком, с ней, и сам Б-70 присутствовал, там три направления, художественная гимнастика, бокс, самбо, там теннис, волейбол, шахматы, и такой культурно-творческий кластер там тоже будет присутствовать, и Ирина Александровна пошла дальше в этом направлении, а в принципе она один из учредителей Дрозда, и как бы сегодня нет амбиций, чье это, кому это принадлежит. Главное, чтобы это работало на детей, на народ, и это не пустые слова, это так и есть. А что эта конференция вам дает, для чего она нужна? Это обмен опытом, это какие-то развития и перспективы на будущее, о чем вы говорите? Ну, о чем, когда рассказали, мы очень благодарны ректору Садовничьему, который сделал из этого международную конференцию, привет специалисты из США, из Канады, из Европы, из Азии. И мы хотим поделиться наработанным, потому что многим иностранцам интересен наш опыт, а наши ребята, союзники, коллеги послушают то, что на сегодняшний день, или за год сделано. А за год, поверьте, сделано немало, 13-й год такой очень плодотворный для нас был. Очень быстро, буквально в полминуты, что сделали основное за год? Ну, основное за год, ну, как бы, привлекли внимание огромного числа занимающихся. Сколько прирост у вас составил? 16 тысяч. Неплохо. Да, и плюс привлекли внимание главных людей в стране, я уже об этом говорил. И вот эти две составляющие, они доверительны к родителям, да, что вот тенденции в стране идут к лучшему, и заинтересованных людей больше, и очень важно, растопили наших вот бизнесменов, ну, еще в большем порядке. Легче стали выдавать свои кровно наработанные. Они стабильно помогают, они теперь стабильно помогают, и помогают, может быть, иногда мудрее, чем мы об этом думаем, потому что они все-таки люди прогрессивные и в бизнесе, и получается... Умеют читать деньги. ...в социальных нуждах, и все, так сказать. — Александр Алексеевич, вот я сегодня какой-то такой скептик, а вы оптимист, и я вас благодарю за то, что вы верите в то, что все будет хорошо, и что детей будет больше, и спортом будет заниматься каждый ребенок, а не сидеть возле компьютера бесконечно играть в компьютерные игрушки. Вот, поэтому я желаю вам удачи на вашем поприще, и пусть вот таких дроздят, я не знаю, как это правильно называется, у вас будет как можно больше. Спасибо вам, и сил вам. — Спасибо вам, Наталья, я очень рад, что вы приглашаете, я всегда к вам. — С удовольствием приходите. — Приходите еще. — Спасибо. — Все, счастливо, до встречи через неделю. — До свидания. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...